Так, корейки и серебряные сады постоянно встречаю. Вот еще одна. Очень много их встречается и на блошинных рынках, и в таких магазинах. Вот, смотрите, какая куколка. Старенькая. А ведь кто-то, наверное, собирает таких куколок, какой-нибудь редкий экземпляр, может быть. Судя по ее виду, она очень старенькая. Подставка под яйцо, что ли, такая, или это... А, нет, это, наверное, рюмочки для сапе. Такие интересные. Совсем другой мир. Восток. Дело тонкое. Что-то нашло. Субтитры созданы. Раз. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Глаза. 4.985. Чего-то там непонятно что. Вот куколка. Это не Барби. Сняла ящик. Еще зонты. Сумки старые. Много сумок сегодня. Кругом. Новенькие даже. Новенькая сумочка. Кто-то купил ее. Не носил даже. Розовенькая. Смотрите какая бутыль огромная. Ого. Попробуем. 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 По-моему. Кстати хорошая идея. Такое. Еще одна индийская сумка. Мечта любой домохозяйки. В одно время. Смотрите тут сделали сами подкладку. Сумки от Пенни. Хе-хе-хе. Еще одна сумка. Тоже тех же времен. Дровочек. Зао. Зао.... Браунское кружево. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другой мотив Литофания Субтитры сделал DimaTorzok Кухонные новенькие Другой мотивы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Другой мотивы Другой мотивы Другой мотивы Другой мотивы Что-то старинное, по ручке видно, такая ручка старинных инструментов. Нужно было конечно взять эти оба шила, не помню как-то давно искала шила, не могла найти, пришлось покупать по интернету. А сейчас я их вижу постоянно, я тогда шила эти игрушки медведей, медведей, медведей или медведей, медведей. Такое шило мне очень понадобилось, и ящик мне тоже нравится, старый такой ящик, классный, для инструментов вообще просто красота. с дерева, смотрите как сделан. как мне это все нравится, такую вот ваза похоже на польскую. такую хорошенькую, керамика, тоже интересная. такие вот рисунки, очень много сколов, что-то тут уже видно, покидали, потаскали. тут тоже красивая ваза. О, у меня такие стаканы длинные есть, с рыцарями. помню как-то я их показывала в обзоре. медная тарелочка, украшение настенное. опять нашла классную хрустальную шкатулку, у меня уже была такая, мне очень нравится, они очень удобные. чем они удобные, что у них тут есть выемка, то есть когда берешь крышку, это удобно, и она здесь держится так хорошо. а когда крышка на одном уровне сделана, с нижней частью, то получается всякие разные скольжения, падания и так далее. так далее. а это очень удобная шкатулка и красивая такая вот. так, что тут еще есть? такой салатник, тоже с фурсталя, тяжеленный. вазочки разные, красивые. такой вот кувшинчик, тоже очень интересный кувшинчик. и ваза какая-то, такая вот лихтая, но тяжелая она. такая вся в пятнах, не знаю, отмоется, не отмоется. такая вот вазочка, она как глиняная по тяжести. шкатулку возьму, мне очень нравится. сняла еще одну коробку, чтобы посмотреть, что здесь. вот мешочек, не знаю для чего, для подарка может быть, для бутылки в подарок. вот такой подносик миленький. что-то здесь стояло, остался след. такой весь резной. доска видна для... ой, подожди, я думала доска. ого, такой поворот неожиданный. наверное, для чего, для каких-то стаканчиков, для напитков крепких во время игры в карты. подсвечник. кружка. самсон. именная. интересно называют. сейчас ищу детей такими именами. ой, смотрите, какая японская, наверное, вазочка. красивый рисунок фазаны. Карл Маркс штат. Карл Маркс. это город Кемниц. раньше назывался Карл Маркс. во времена Карл Маркса. о, это тоже хорошая вещь, это резать птицу. типа того. какая-то сумка тут еще старая. что-то там в ней еще. а, в ней, смотрите-ка, старые прищепочки деревянные. полная сумка. еще сняла ящик. ну, тут ничего особенного не вижу я. хрусталь, стекло. какие-то остатки фарфора. такие вот кольдец. 78-й год. для пюре делать. такие вот подставочки симпатичные. под бокалы. вазочка для варенья. книжка про макраме. я в детстве все собиралась, собиралась начать плести. и так не собралась. ни разу не пробовала. шарик какой. о, надо же. какой сюрприз. сказка о царе салтане. жестяной шарик. о, какой сосуд. жаровня хорошая. керамическая. у меня есть, мне не надо. ножик. может быть, и неплохой. что-то. не, вроде ничего. а сейчас мы с вами на уличной барахолке. я знаю, что многим нравится такой вот микс в ролике с из секунда и уличной барахолки. сразу прошу не гневиться, пожалуйста. если вдруг эти кадры вы уже когда-то видели, но я их не стерла, поэтому я так думаю, что я их еще не показывала. давайте посмотрим, что же в коробочках. такое вот милое блюдце. красивый такой рисунок. но только одно блюдце, как всегда. и яркая жестяная банка. какой-то знакомый такой рисунок. огромное количество коробок опять и столько всего. бывают продавцы, у которых сто коробок. то есть пока все обойдешь, смотришь только по верхам. и поэтому всегда есть шанс найти что-то интересное. найти что-то даже специфическое, если вы ищете. потому что даже если перед вами прошла сотня человек, все равно вы можете найти что-то. смотрите, какая кружка интересная пивная. стражник охраняет дверь, какие-то ворота, замок. огромная кружка. а здесь целая коллекция разных карточных игр времен ГДР. квартеты и просто обычные карты. это такое яйцо бумажное для конфет и кошечка. приятная очень такая кружка мерная. жестяная с фермерским рисунком. блюдо с ободочком из роз. такой довольно-таки старая. какие-то папки. а вот этот вот сервиз мне очень понравился, но, к сожалению, не было возможности его с собой ввести. красивый оранжевый яркий рисунок из цветов 70-е годы. а здесь кое-какие скатерти текстиль, вышитые руками чьими-то. такая вот вышивка-дорожка. вот еще скатерть, новогодняя, рождественская. симпатичная сумка в цветочек. а также множество елочных шаров. какие-то остатки игрушек, пирамид, деревянные игрушки, подсвечники. а под ними спряталось настоящее антикварное блюдо. вот как всегда они не опознанные, но то, что они антикварные, первая половина 20-го века, это 100%. к сожалению, трещина. рисунок, видите, в хорошем состоянии. золото, но трещина уже довольно старая. вот здесь тоже мелкие игрушечки, но это уже на пасху. деревянные расписные яйца. видите, сколько коробок, огромное количество. все не пересмотреть. а это старинные весы для писем, скорее всего, или каких-то мелких предметов. но здесь они не в комплекте. не хватает такой вот мерной платформы. видите, шрифт. видно, что шрифт старый, старая буква. но не хватает такой платформы, на которую кладут вещи, которые надо взвесить. так вот в три погибели происходят поиски на барахолке. это еще хорошо. здесь подложен один дополнительный ящик под коробки. иногда коробки стоят сразу на земле, и, конечно, уже женщине в возрасте, как я. но охота пуще неволи, как говорится. вот тоже очень симпатичные елочные украшения, шары, стеклянные небольшие ручной работы, и еще и гроздь винограда дополнительно. а здесь много текстиля. какие-то платочки в упаковке, кухонные полотенца, прихватки, связанные кем-то ручной. винтажное мыло Клеопатра. это нижняя часть от лампы. абажура не хватает, тоже времен ГДР, производство тоже ГДР. стеклянный кувшин. и красивая шкатулка, обитая тканью для украшений. симпатичные снизу голубые стаканы. а это птичка у нее в спине. какие-то остатки, наверное, ее подвешивали. что-то у нее в спине какие-то металлические остатки. какая-то дама в цветах. и фарфоровые фигурки. кораблик и бисквитный кактус. интерьерные украшения. здесь целый пакет с платочками. может быть там шанель какая-нибудь притаилась, кто знает. разве возможно все это пересмотреть? а это ваза в виде пня или ствола дерева Худченройтер. к сожалению, очень плохое состояние. вот это вот черное, это уже не отмоется. такая вот маленькая баночка, наверное, для горчицы. с львиными головами. и очень приятное небольшое блюдо. Томас Бавария. так, что-то там привлекло мое внимание. какой-то недостаток или что там такое. или это просто грязь. но блюдо было хорошенькое. надо было его купить. много книг по кулинарии. и вот такая вот милота. это из воска. такое вот настенное изображение. и чашки ЛФЗ. раньше они встречались чаще. сейчас немножко пореже. потому что у немецкого народа опять проснулась любовь кобальтовой посуде. и их покупают. вазочка сиреневая, кстати, тоже красивая там в горшке. о, как делать конфеты. книжка была. эх, сколько я пропустила всего. это было еще летом, по-моему. даже не этим, а прошлым. а может этим. у меня уже что-то почему-то все уже в голове перемешалось. все события. спасибо, что были со мной сегодня. если вам понравилось мое видео, буду рада вашему лайку. желаю вам всего самого доброго. будьте здоровы вы и ваши близкие. и до новых скорых встреч в моих роликах. пока-пока. пока-пока-пока-пока. пока-пока. и до новых скорых встреч в моторите. Продолжение следует...